Друзья, доброе утро! Наконец-то это долгожданное видео! Я сейчас нахожусь в своей квартире. Как и обещал, сделать небольшой обзорчик, но по названию этого видео вы видите, что в целом это не основная цель, а я хочу вам показать, как мне удалось обставить эту квартиру икеевскими товарами. И не просто икеевскими товарами, а икеевскими товарами из отдела уцененных товаров. Друзья, в общем прошло 3 месяца. Правда, собирался я изначально, как вы помните из первого видео, закончить косметический ремонт за месяц. Но, к сожалению, в сроки я не уложился. Скажу сразу же по объективным причинам. В ходе этого видео я, возможно, некоторые моменты поясню. Но суть заключается в том, что все-таки почти все закончено. Скажу сразу же, что даже 3 месяца для квартиры, которые, с одной стороны, нужно привезти в косметический... Косметически сделать какие-то улучшения в этой квартире, ремонт какой-то сделать, да, с элементами капиталки. Потому что есть помещения, которые я капиталил вообще полностью. Вот, я считаю, что это вполне адекватный срок. Поэтому... Ну что, погнали! В общем, начну я с коридорчика. Ребят, сразу скажу, что в каждом помещении есть какой-то товар из отдела уцененных товаров. Вот. Я постараюсь показать. Цены, не знаю, может быть, буду подписывать, либо называть. В общем, если вдруг что-то пропущу, пишите обязательно в комментариях. Может быть, что-то поясню. Ну что, погнали! Погнали! Друзья, ну что, вот он коридорчик, который получился. Дополнительные условия, которые существовали при ремонте, да, мне нужно было максимально сохранить всю инженерию, которая есть. То есть не менять выводы электричества, воды, да, поэтому многие вещи остались на том же месте. С одной стороны, это упростило мою задачу, с другой стороны, все-таки это сделало некоторые вещи сложнее. Потому что, допустим, приходилось придумывать вот такой вот потолок, конструкцию, потому что вывод одного света меня вообще абсолютно не устраивает. Да, скажу так, что, в принципе, я доволен, как получился ремонт, но есть какие-то элементы, которые мне категорически не нравятся. То есть если бы я жил в своей квартире, я фактически делал бы совершенно по-другому. Но считаю, что исходя из предыдущего освещения этого помещения, сейчас получилось просто достойно, да. Фактически могу сказать, что вообще я делал этот третий ремонт в своей жизни, да. И с самого первого ремонта я понял, что освещение играет огромную роль вообще, в принципе, в том, как будет финишно выглядеть квартирка. Так, ну что, давайте посмотрим, что же все-таки здесь есть в этом помещении из отдела оцененных товаров. Вообще сразу скажу, что в октябре, в конце октября, когда я начал покупать товары, делать какие-то работы здесь, нанимать людей, первым товаром, который я купил в магазине Икея, да, кстати, скажу, что, естественно, в регионах, где есть магазин Икея, дешевле обставить квартиру, чем в Икея, просто, мне кажется, не получится, да. Ну, либо получится просто каким-то трэшем конкретным, да, там, ЛДСП, который будет понять непонятно сколько, да, выглядеть просто убого, поэтому первым товаром, который я купил вообще в конце октября, это был вот этот вот шкафчик. Вообще, в принципе, да, в ассортименте Икея эти шкафчики, они предназначены для больших ванн, да, то есть это комплектом продается, по-моему, это Good More Gone, что ли, серия называется. При этом эти товары, все почти товары, которые я купил в эту квартиру, они были из разряда выходящих из ассортимента, то есть это не те товары, которые там большое количество там с какими-то дефектами, хотя такие тоже у меня есть, я про них чуть позже потом расскажу. В общем, самая фишка вот этих вот шкафов заключается в том, что, во-первых, они вполне, на мой взгляд, подходящие для коридора, то есть есть большое зеркало, есть ящики, где хранить какие-то там всякие вещи, да, поэтому сразу скажу, что обошелся он мне, по-моему, там тысяч в 4 или в 5, что-то типа такое, что такое, да. При этом я могу сказать, что такие базовые комплекты, как вот такой большой вертикальный шкаф, вот такой шкафчик, шкафчик под раковину, где-то стоит 1025, может быть, 30, вот, если прям в самом магазине покупать. Поэтому я считаю, что вписалось достаточно хорошо сюда, свою функциональную роль выполняет. Единственное, конечно, здесь вот, кстати, у меня еще кучки ремонта, которые есть. Они, кстати, будут по всей квартире встречаться, поэтому сильно я их не стал убирать для красоты. В общем, как есть, так есть. Так, ну, в целом, по вот этому основному коридору, наверное, все, да. Да, сразу могу сказать, что если вы смотрели обзор моей квартиры, в которой я живу, да, я сильно не стал заморачиваться, сделал примерно то же самое, даже двери почти те же самые купил. Вот, потому что они мне, ну, так скажем, нравятся вообще. Но была запарка с этими дверьми, это вообще, то есть, я легких путей не искал. То есть, две двери ко мне приехали из Екатеринбурга, две двери из Брянска, да. Вот, поэтому, если честно, я был дико удивлен от того, что в магазине обе есть возможность сделать интернет-заказ, но нет возможности интернет оплатить, оплатить через интернет нужно приезжать в магазин, да. Поэтому мне пришлось найти людей в Брянске, которые приедут в магазин в Брянске, оплатят эти двери и погрузят в медлитранспортные компании. И мне здесь, в Омск, они обошлись дешевле, чем я вообще купил какие-то другие. Ну, по ценам, примерно, да, скажу, что фактически эта дверь новая стоит 6 тысяч рублей. Если бы я, допустим, ее в Омске здесь, там, или 7 тысяч рублей, аналогичные двери стоят. А в Брянске я купил ее за 2 тысячи рублей, да. Не был раз, поэтому и привезли мне сюда ее отдельно, на каждую дверь пришлось по 2 тысячи рублей. Поэтому выгодно, нормально, можно было заморочить. Ребят, самое классное помещение, которое у меня получилось, это кухня. Вообще, вот она как выглядит. Все очень просто. Небольшой кухонный гарнитурчик, такой современненький. Естественно же, икеевский. Это вот, кстати, фасады, которые здесь получились. Это вместе с Гадмаргоном, который я покупал в коридор, да, это были фасады купленные. Во-первых, они выходили из ассортимента, на них был сейл 50%, да. То есть, представьте, что мне все, допустим, фасады вот здесь, на эту кухню, обошлись там в 10 тысяч рублей. Для икеевской кухни 10 тысяч рублей фасады, мне кажется, это вообще просто очень дешево, да. Но каково было мое удивление, когда оказалось, что они все произведены в Италии. Просто итальянские фасады. Вообще, когда я в этот раз стал покупать много товаров, я обратил внимание, что вот в таких периферийных регионах, как Омск, в магазинах Икеи очень часто в уценку сбрасывают товары, которые были импортными, ввезены и произведены на икеевских фабриках вообще в других регионах. Но это лично мне показалось, я не знаю, может быть, это не так, но суть заключается в том, что из-за курсовых разниц эти товары здесь стоят дорого, их никто здесь не покупает. И со временем просто в уценку, как вышедшие из ассортимента, либо там небольшие какие-то коцки на них есть, да. Вот, поэтому я считаю, что кухонька выглядит вообще все нормально. Здесь, соответственно, половина каркасов, которые есть, они новые были куплены, потому что времени не было ждать, когда в уценке там что-то попадет, появится, да. А вообще изначально цвет каркасов тоже предопределился, потому что были куплены вот этот, вот этот и вот этот каркас. Кстати, вместе с сушкой для посуды. Вуцененки, то есть все верхние каркасы там с сушками совсем, они там тысячи, по-моему, 4 или 4,5 стоили, да. Поэтому оно все предопределилось. Я могу сказать, что сочетание цвета вот такого светло-зеленого глянца и черного, в принципе, получилось очень прикольно, да. Дальше я подобрал, соответственно, плиточку кабанчик из керамо-марацци сюда. Ну, вообще, в принципе, кабанчик, где клеится плитка, это, ну, как бы на фартуках и в ванне, и дальше вы увидите и в ванне, и в туалете, они у меня в одном стиле выполнены. Вот, что еще здесь скажу? Ну, конечно, бытовая техника, она не языки, вот, но она тоже с сейлом, это была отдельная история. Вот, абсолютно новенький холодильничек, тут вообще даже еще ничего нету. Но фишка заключалась в том, что были новогодние распродажи, и когда я поехал на следующий день его покупать, он резко подорожал на 10 тысяч. Но я человек непростой в этом плане, люблю заморочиться. И, соответственно, когда я увидел, что на самом холодильнике висит еще предыдущая цена, соответственно, я сказал, чтобы они мне продали по этой цене, потому что в силу действующего законодательства цены, которые висят в магазине, магазины обязаны продавать. Соответственно, они мне продали по той цене, при этом, пока мы там стояли, обсуждали все эти вещи, он подорожал еще на 2 тысячи. Вот, и, короче, я тысяч 10 просто сэкономил на этом холодильнике, считаю, что, в принципе, нормально. Но он и так не дешевый, он там тысяч 30 мне обошелся. Вот, поэтому могу сразу сказать, что здесь нет каких-то там базовых вещей, которые нужны, а не индивидуальные, да, так как я вам сразу говорил, что у меня будут здесь жить мои родственники. Вот, они уже дальше там посмотрят, что им нужно. Да, самая базовая, это есть товарочная панель, а уже духовой шкаф, там еще что-то такое. Ну, все предусмотрено, можно будет установить дополнительно. Здесь, кстати, я свожу дебет с кредитом, что у меня получилось, вот количество там чеков, которые у меня есть. Прикольные стульчики, эймсы, да, ну, я не знаю, в интерьере они, по крайней мере, тоже неплохо смотрятся, точно так же, как и в общественных местах. Вот, самая фишка в чем, что, допустим, в интернет-магазинах распродажных они стоят дороже, чем в нашем опи. В опи привозят иногда товары, которые дешевле, чем в специализированных магазинах по продаже этих товаров, да, в интернете, со склада, который покупается. Вот, ребятки, соответственно, вот так вот получилась эта кухонька, я считаю, что для такой площади, в принципе, нормально, да. А, ну, еще из отдела уцененных товаров, соответственно, вот этот стольчик. Вообще, я изначально тоже хотел купить стол Эймс, заказать, уже почти заказал, но приехал просто в Икею и увидел, что этот стол стоит 2000 рублей. Ребята, 2000 рублей для стола, и он абсолютно нормально здесь писался, при этом коцек, как таковых, нету. Там, по-моему, с внутренней стороны какая-то царапина есть, столешница, поэтому я считаю, что очень нормально. Ну что, погнали дальше. Вот, вообще, квартира сама по себе очень темная, то есть солнце здесь есть либо рано утром, да, поэтому я сделал яркое освещение по всей централи вообще этой квартиры. Здесь, как вы видите, в коридоре много всяких элементов, точек, много точек на потолке, да, которые можно там включить свет и будет светло во всех комнатах. Ребят, что с залом? Зал, в общем, короче, вот такой вот у меня получился. Не могу сказать, что прям он мне нравится 100%, во-первых, по причине того, что сюда надо было запихать места для хранения, шкафы, да, что я, собственно, изначально не предполагал сделать, да. Вот, но так как они в уценке, кстати, попались, каркасы этих шкафов, то есть там вообще, по-моему, 1300 просто стоил каркас, соответственно, я его дополнил дверками, которые из той же серии, такие же подвеленный дуб. Честно, это выглядит стрёмно, когда каркасы и дверки все в одном цветовом решении, да, то есть это какой-то там середины советских годов полировка выглядит. Но я решил обыграть их вот такими вот ручками бланки, да, они, кстати, тоже были в отделе уцененных товаров, вот. Вот, одна ручка рублей 700 стоила, когда она была в ассортименте магазина, а в уцененке они по 300 рублей продавали, да, метр двадцать ручка. Вот, бесполезно получилось вот это вот тут труска, она, кстати, смысл их был в том, что их надо подключать к общему драйверу, чтобы они там работали, а так как шкафы пришлось расставить по обе стороны. Короче, я решил не заморачиваться и пока не подключать, это вот первый косяк. Дальше, соответственно, ну вот так вот, в общем, короче, ничего такого особенного, по минимуму, не вели. Вот, что с диваном, ребята, блин, с диваном, это была вообще отдельная история, потому что в Икеа, короче, все трэш, все, что стояло, мне вообще не нравилось. Надо было уложиться тысяч в тридцать, решить вопрос с диваном, там, с кушеткой. Короче, я рискнул вообще на такую авантюру, я не знаю, знаете ли вы, не знаете, может быть, в ваших регионах тоже есть такие магазины, много мебели, чтобы все-таки купить там диван. Да, знаете, меня, что, в общем, на это сподвигло? Меня сподвигло, что они стали продавать, как дилеры, диваны, которые в том числе позиционируют себя под отдельным брендом, типа боссовские, да. Диваны, пилюровая обивка, которая мне нужна была, и спальное место было напрожено. Ребята, я вообще не ошибся. Но единственный, конечно, элемент ценообразования, который вообще существует в этом магазине, он меня наводил на большую мысль о том, что, типа, если вдруг что, то капец, вообще обратно деньги я не получу. Смысл заключался в том, что была новогодняя акция, по которой делали скидки от стоимости дополнительных товаров, которые ты покупаешь на диван. То есть, условно говоря, нужно было обязательно, там диван стоил 27 тысяч рублей, да, но при этом стол-трансформер впадал в подарок, и его стоимость, типа, в документах отнимается от стоимости дивана. Но я, соответственно, сказал, мне нужна еще банкетка, да, она там тоже стоила 10 тысяч рублей. В итоге, короче, в документах получилось так, что диван стоит 11 тысяч рублей, а банкетка и стол по полной стоимости, да. В общем, короче, это не совсем правильно, потому что, если вы будете возвращать товар, то, соответственно, диван, да, диван мне привезли самый первый, да, я боялся, что сейчас, блин, вообще будет какой-то косячный. Единственное, у него был минус, он как новый диван, был немножечко такой какой-то специфический запах, в плане того, что был небольшой, там, знаете, химический специфический запах. Но, если честно, вот за месяц он полностью выветрился, так что я думаю, что он прослужит нормально. Сделан вообще, в принципе, нормально, поэтому, честно, плохого ничего не могу сказать, но он мою задачу решил, и все, и до свидания. Так, ну что, погнали дальше, ребята, сейчас будет самое интересное, самое, что мне больше всего понравилось. Так, про дверь я вам сказал, да, то есть вот эти вот дверки ко мне приехали из Екатеринбурга, из Екатеринбурга две дверки, две дверки из Брянска, которые восьмидесятки. Так, ну что, погнали, посмотрим туалет. Я не могу сказать, что прям вообще совсем идеально, но я его обновил, сделал более-менее современненьким. Соответственно, мы были в Петербурге, нам очень понравился, как уложена в ванне, выложена зона, где мокрые зоны, они выложены плиткой кабанчиком. Да, соответственно, я решил здесь тоже повторить, но единственное, я сделал сочетание белого и серого. В целом могу сказать, что нормально. Получилось нормально. Но вот здесь как раз кроется тот момент, связанный со сроками. Вообще, как я вам в прошлом видео говорил, что я пользовался услугами сайта Халтура, и где-то мне повезло, и вот в данном случае мне не повезло. Соответственно, я рискнул и нанял человека оттуда. Ребята, человека, которого я не знал, но я его контролировал почти каждый день, и может быть, это с одной стороны сыграло негативные какие-то вещи. В общем, короче, дико затянуты сроки по ремонту, все не сильно аккуратно сделано, ну и при этом соответственно и стоимость, да, цена и качество. В целом могу сказать, что если оно простоит хотя бы там лет пять, то я буду доволен, да, но с точки зрения, если бы я, допустим, у себя делал, я бы, возможно, где-то бы переделывал эти вещи. Ну, а в принципе, выглядит все достаточно нормально, да. Самое интересное, это, конечно, когда уже были сроки на месяц прохерены, да, и я уже просто здесь верещал от того, что он меня кормит завтраками, да, и фактически не хотел окончательно с ним рассчитываться. Когда он мне пообещал, что фактически все, Костя, мы вечером, я все заканчиваю, хотя и они были еще там не покрашены, не доклеены, ничего. И когда я вечером прихожу, у него фактически, либо он там разнервничался, либо еще что-то такое, он просто расхекал мне унитаз, ребята. Он начинает ставить унитаз, короче, падает эта крышка и ломается. Это полный пипец. Потом он начинает долбить дырку под воду, вот туда, вот если вы видите, да, и просто ломается плитка, ломается плитка. Я ему тогда уже сказал, так, все, Олег, все, все, до свидания, короче, я рассчитываюсь с тобой за фактически сделанную работу, отнимаю косяки и до свидания. Поэтому, конечно, надо внимательно на это все обращать. Изначально, вот, когда он, в принципе, стал задерживать на неделю, надо было ему уже сказать, типа, до свидания. Ну, ладно, как получилось, так получилось. Ну, что, ванночку, давайте посмотрим, что получилось в ванночку. Вот, кстати, это тумбочка Гудмургон. То есть, как вы видите, да, ну, в принципе, во всех помещениях у меня по стилистике под грецкий орех, плитка-кабанчик, поклеена со сдвигом на одну треть. Особенно мне нравится, кстати, я не знаю, если вы видите, как поклеены фартуки на одну вторую, на одна вторая не так смотрится, а одна третья вообще прикольно. Вот. Ну, так, в принципе, нормально. Единственное, еще, конечно, никто не тестил, надо будет все проверить. Где-то там подмазать герметиком, может быть. Я считаю, что вполне нормально все получилось. Современненько, чистенько. Вот. Ну, ребят, ну и спальня, конечно, еще не до конца укомплектована. Вот. Ну, так вот она выглядит. То есть фишка в том, что я всегда, особенно в темных квартирах, я считаю, что нужно делать обязательно светлые стены. Это хоть каким-то образом освежает вообще, освещает даже темную квартиру. Вот, ребят, соответственно, что получилось. Здесь из мебели у меня находится кровать. Да, еще сейчас речное дно привезут, матрас привезут. Я еще не успел его купить. Его тоже я купил в Уценке, но он, соответственно, это тот элемент, та мебель, которая изначально была скотском. Да, как единственное, которое я купил. Вот, видите, здесь вот такая царапинка была. Царапинка была. Ну, а так, в целом, в принципе, нормально все по функционалу. В общем, короче, нормальная эта кровать. Самое прикольное, ребята, это вот этот вот, типа, комод, стеллаж, я не знаю, как его назвать, да. Это вот как раз один из тех элементов, которые, импортных товаров, которые, на мой взгляд, в таких магазинах не особо пользуются спросом. В общем, фишка в чем? Это тоже из Италии, по-итальянски сделано. Ну, не знаю, на самом деле, так оно и есть или нет, но чисто теоретически можно предположить, что оно так и есть. Короче, вот такие комоды, они новые в магазине стоят 18 тысяч рублей. Для 18 тысяч рублей можно найти более крутую вещь в других магазинах вообще. Поэтому не мудрено, что они особо не покупались. Они лежали в коробках новые. Написано, что небольшие царапины. Ребята, мне достался комод абсолютно без царапин. Ну, там, может быть, знаете, единственное, мы смотрели, где это может быть. Вот внутри, как будто тоненькой иголочкой, с одной стороны, вот так вот прочерчено. В итоге он мне обошелся в 5 тысяч рублей. Вместо 18 тысяч за 5 тысяч рублей, считаю, что он решит задачу похоронения вещей. Здесь можно повесить там что-то. Сейчас там брюки мои висят, которые я пришел переоделся. Так, что еще вам здесь показать? Доска. Доска тоже из уцененных товаров. Это еще последний раз, когда я поехал, такой... Только зашел в магазин, вводил уцененных товаров, ничего не было. Пошел покупать другие вещи, там, беста, всякие полочки и всякую фигню. Возвращаясь, просто доска стоит. За 900 рублей нормально. Вполне можно. Ну вот, ребят, как, в принципе, получился ремонт за 3 месяца. Соответственно, был сделан демонтаж полностью. Соответственно, проводка была, разводка воды была. Нужно было косметически сделать стены, освещение сделать, придумать, что поставить. Вот так вот получилось. Поэтому я считаю, что за 3 месяца... А, ну да, что еще могу сказать? Я, конечно, свел дебет с кредитом и посмотрел, сколько мне это обошлось. Конкретную цифру не буду называть, сколько мне это обошлось. Но я могу сказать, что в целом, если бы за эти сроки покупать все там новое или вообще просто другое... Короче, я сэкономил где-то 1500-1600, как мне кажется, да, на этом и все. Поэтому я считаю, что для квартиры, где ты пока не будешь жить и будут жить там твои родственники временными... Я считаю, что задача выполнена просто на 5+. Ребята, если кому-то понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, если вы где тоже покупали товары из уцененных и какой ваш опыт использования этих товаров. Вот. У меня в целом пока, вот я смотрю на эту квартиру, мне все нравится. Все, ребят, увидимся уже в следующих видео. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова